Привет, дружище! Давненечко у нас не было такого выпуска в CSGO. Спасибо тебе за лайк и поехали! Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестрёнки! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в Counter-Strike Global Offensive на шоу по открытию кейсов и всяких няшных присвособлений, которые сейчас вводятся в игру. Как вы знаете, ребята, кто следит за сценой киберспортивной в Counter-Strike Global Offensive, а сейчас проходит турнир и Лига Бостон 2018, и я решил подёргать на большую сумму денег, примерно я вложил 8 кейсиков, для того, чтобы открыть для вас разные плюшки. У нас сегодня сувенирные наборы Boston Overpass, 2 Cobblestone набора по 2000 рублей, и плюс капсулы с автографом Легенды. Я решил не открывать сегодня в Стиме никаких кейсиков, потому что решил вложиться больше во вторую часть этого видео, так как делал уже подобный тест на прошлой серии. И, значит, мне просто очень интересно сейчас, что можно выбить в Лигу Бостон коробочка, которая стоит довольно дорого. Автографы тоже стоят по 400 рублей, ребята. Это очень странно и это интересно. Давайте начнём, ребята, мы с вами с автографами, и посмотрим, какое вам... Ну, какое вам... Раджа! Чё ты, блин, говоришь? Какова стоимость тех вещей, которых мы здесь выбьем, ребята? Так, наклейка Моу. Надеюсь, вы всё увидите. Я очень-очень-очень надеюсь, что вы... Ага, вы нихрена не увидите. Вот, вот чё. Захват оверлеев, например, таких, как Steam, сделай нормально, как бы. Почему ты не можешь нормально выпуск делать? Так, так, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Хорошо, всё, вижу-вижу-вижу. 18 рублей. Да, конечно, 400 рублей я отдал за капсулу, и мне падает за 18 рублей девайсинга. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Этот тоже, скорее всего, 18-рублёвый какой-нибудь игрок. Ни хрена непонятно, что это такое вообще. Так, 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 12-рублёвый игрок, ребята. Ну, это же вообще пиндец. Ну, дайте мне что-нибудь красненькое, пожалуйста, отсюда. Ну же. Ах, тоже, скорее всего, 12 или 18 рублей. Ну, ладно тебе, Кабен, но я понимаю, что ты мне перчатки выдавал, вся фигня как бы. Ну, давай мне тайную наклейку какую-нибудь отсюда. МСЛ. Всё синее выпадает отсюда. Ладно, хорошо, давайте посмотрим на сувенирный набор. Сувенирный набор Оверпасс. Значит, здесь есть вкусные девайсы. Например, шедевр можно выбить сувенирный, либо юсп следы асфальта сувенирный будет выглядеть круто. Но, конечно же, в сувенирных наборах падает очень и очень мало чего-то стоящего, на самом деле. Сколько бы я сувениров не открывал, падает абсолютное говнецо. Но, по крайней мере, это мои личные ощущения, да, по сувенирам. Давайте посмотрим, сколько стоит вот эта вот вещь. Мне просто интересно на этом выпуске протестировать, а вообще надо ли покупать вот эти вот сувенирные вонючие наборы, которых никогда ни хрена не падает. По крайней мере, мне ни хрена никогда не падает. Вот стоит ли сейчас это делать в 2018? И вы посмотрите, ребята, и вы посмотрите на это, видимо, вообще не стоит. Потому что стоимость этих предметов чё-то как-то так. Если сейчас, конечно, выпадет сувенирный драгон лор, будет, конечно, великолепно, а в чём я сомневаюсь, конечно же. Ладно, давайте взглянем, давайте взглянем. Может быть, здесь мне всё-таки повезёт, да, конечно? Повезёт тебе. Ещё одна гроза нам выпадает. Всё это после полевых, конечно, не самое говнецо, но это не стоит денег вообще никаких, ребята. Вообще никаких! И падает сувенирный глок 18 ночь! В каком качестве? Это уже лучше, это уже интереснее. Это уже интереснее, это уже, это уже интереснее. Это после полевых тоже, а сколько она стоит? Сколько вот эта вот писечка стоит? Подождите-ка, подождите-ка. Это вот это уже интереснее. Это уже 145 рублей, но всё равно это никак не окупает этот набор. Ладно, теперь выбиваем драгон лор, естественно. Сувенирный. На изи. И как бы всё. Я буду абсолютно доволен. Опа! И хрен тебе, они драгон лор вонючка конченная. Даже, блин, посмотрите, даже пищаль не может прокнуть. Мне вообще сувенирные наборы не выпадают. Мне прям невезение! Остров и невезение в океане есть. Ну, пожалуйста, ну хоть раз, ну прокни чё-нибудь! Ни хрена не прокает. Ни хрена не прокает у нас по драгикам-хирагикам, ребята. Это очень и очень, и не прямо с завода. Прямо с завода нам выпал сувенирный этот, блин. Писос, ну чё это такое? Что это такое? Посмотрите, 31 рубль, 2000 рублей я сделал, чтобы открыть. Ра! Бомбит! Но, по крайней мере, я проверил и могу с уверенностью сказать, я эту херню открывать не буду больше. Потому что и Лига Босса, ну вы посмотрите сами. Ну чё это за фигня? Чё это за фигня? Никогда мне, конечно, в сувенирах так не везло. В принципе, ну у меня с сувенирами, так скажем, своё общение, да, свои разговоры. Но, как бы сейчас понимаю, что открывать не стоит. Может быть, у вас есть какие-то другие предположения, но я это делать не буду. Ладно. А теперь давайте внедряться в крупники. Поехали! Ну что, друзья, а сегодня мы попадаем на EliteCase.net, где я настроен крайне серьёзно. 13 773 на балансе, ребята. Я закинул 8 тысяч, мне дали плюс 70%, поэтому, в принципе, это халява. И сегодня по многим, по многим-многим-многим просьбам, многочисленным, мне ребята часто очень пишут, шумору не будь, говорят, почему-то вот, понимаете, вот как-то так вот, именно в таком обращении пишут, шумору, не будь тёлкой, блин. Открой ножевые кейсы на сайте. Сделай это, шумору. Залей и сделай. Покажи нам скилл, как надо выбивать ножи. И сегодня я буду показывать, короче. Показываю. Итак, когда ты открываешь ножевой кейс, ты должен сфокусироваться, как лев. Да, я себе говорю. Ты должен сфокусироваться, как лев, и выбрать свою жертву. Это очень важно. Я выбираю сегодня, я выбираю что-нибудь самое дорогое. Где здесь? Где здесь самое дорогое? Где здесь самое... Мне нравятся любые автотроники в хорошем качестве. Керамбит Лигенды я бы тоже взял. Естественно. Ножбоу и градиент, все градиенты, штыки, ножи. Ну, вот, всё такое. В общем, понеслась, ребята. Понеслась. Надеюсь, ты уже лайк прожал, братишка. Сегодня у нас очень-очень дорогой выпуск. Получается очень... Я не на то загадывал. Ещё раз. Поехали. Собрались. Собрались, как львы. Значит, любой градиент, любой автотрон... Собрались. Блядь, чё за хуйня происходит? Любой градиент, любой автотроник, любой нож, который... Так, это лучше. Хорошо. Хорошо, хорошо. Поехали ещё. Крутим, 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 крутим. Любой ножик за 15-20. Любой ножик за 15-20. Давай как... Ты, блядь, издеваешься надо мной? Уйдите от меня! Что это... Что это за херня? Кто этот нож придумал? Он мне не нужен здесь. Так. Так. Понеслась. Понеслась, ребята. Я собираюсь, я спокоен. Я спокоен сейчас. Всё у меня хорошо. У нас ещё есть куча шансов. У нас ещё есть куча шансов. Так, ещё раз. Всё, всё нормально. Всё нормально. Всё, собрался, собрался, собрался. Так, массажик бы сейчас. Массажик собрался. Давай. Вот этот давай. Зуб тигра. Давай. Блядь, надо мной издеваются, что ли? Ребята, я хочу показать, как надо выбивать, блядь. Ребята просили, я должен... Там... Бывает. Бывает. Ладно. Ладно. Понеслась. Понеслась. Блядь. Что, мне перезалить? Березы. Ну и хуй. Ребята, просто сегодня не получилось у меня. Всякое бывает. Я не виноват. Давайте Коблстоун тогда подёргаем, что ли? Давайте Коблстоун тогда подёргаем. Может, мне выпадет Драгонлор? Сука, блядь. Вот такое... Вот такие моменты я не люблю, ребята. Вот такие моменты я не люблю. Я залил, блядь. 8 тысяч. Плюс кучу получил халявы. И посмотрите, что мне на выпадало. Что это за пиздец вообще, дорогие друзья? Что это за нахуй? Кто... Я сейчас, конечно, буду материться немножко, но... Это непроизвольно. Это непроизвольно, друзья. Это вообще непроизвольно. Это очень-очень даже непроизвольно. Так, Коблстоун, давай Чоп-Шоп. Давай мне, пожалуйста. Давай мне, пожалуйста, М4А1С. Мне нужно отыграться. Мне нужно что-нибудь отбомбить, чтобы пополнить баланс до ножа. Любое говнецо, пожалуйста. Любое говнецо. Любое говнецо. Вот Ход Родик, Дюал Берет. Это даст мне нож. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай Что за нахуй творится? Что за нахуй происходит? Такая сумма! Так, спокойно Сейчас, 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 ребят, сейчас все сделаем Сейчас все сделаем Сейчас, 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 сейчас Слушайте, я сейчас неловко чувствую Я хотел показать, как надо по-отцовски открывать Вот аук-хот-рот Аук-хот-рот Аук-хот-рот, пожалуйста, мне Здесь только карамель, что ли, лежит? Так Херня Херня Я уже не открою на живой, ёб твою мать Хорошо Хорошо, ладно Хорошо, поехали Пое- Ты знаешь, я, наверное, на живые больше не буду открывать сегодня А я не буду больше на живые открывать Я больше, не, я, я больше на живые открывать не буду, точно Ты знаешь, я подумал так вот сейчас, что ножевые, ну нахрен, нахрен они нужны, эти ножевые, в принципе Вот ребята постоянно просят эти ножевые, как бы И, соответственно, как бы они хотят просто эти ножевые, понимаешь Я вот решил сегодня провести, конечно, у меня не получилось Очень неудачный выпуск, ну не повезло мне сегодня, ну неудачный выпуск Такие тоже должны быть, понимаешь Такие тоже должны быть, как бы Я не буду перезакиздывать, думаю, ничего на сайт Думаю, думаю, не стоит этого делать, в принципе, потому что Ну не вышло, понимаете, ребята, ну не вышло вообще Не вышло вообще, к сожалению К сожалению Охуеть это, АВП Медуза, блять У меня такого не было У меня такого не было, я скажу тебе Огромное количество времени В прошлом году, последний раз, я долбил такие девайсы, ребята Это просто, вот честно сейчас, я просто слова потерял, ребята Я такого не ожидал, это поношенное АВП Медуза, ребята Прямо на твои глаза Охуеть просто Я знаю, почему это, наверное, потому что Бостонская эта проходит херня А я такой закупился, да, такой И как бы херак-херак, пиздык-чирик-ку-ку Как бы, и мне тут АВП Медуза Эй, захватывайся, игра, вот она Ребята, нахуй ножи Нахуй ножи в таком случае У нас есть новая АВП Красивая Медуза Ребята, вот это я понимаю, лайка достойно Давно таких выпусков не было Давно таких, вы понимаете Я все сделал в минус Все в минус Все уже, последние Последние балансы Блять, и падает Медуза Так, подождите Подождите-ка, давайте посмотрим Давайте посмотрим Давайте посмотрим Давайте взглянем, давайте взглянем Давайте взглянем Это Арнорушка АВП Медуза После полевых испытаний Поношенная АВП Медуза Немножко блеклая То есть, если кто не знает Чем отличаются АВП Медузы Вот закаленная в боях Она вообще, видите, такая Тусклая, тусклая Но на ней нет ни царапин, ничего А нам сегодня выпала Поношенная Еще у нас есть вот такая АВП Медуза Тоже поношенная По сути, флоты Отличаются именно вот Яркостью, да Как бы АВП Медузки И, соответственно Вот эта АВП Медуза Ярче всего, видите У нее прям такие Прям синие-синие Яркие полосы В любом случае, друзья Вам спасибо, как всегда За лайк За просмотр Сегодня я хотел сделать тест Увидел эти вот новые Кейсы Каблстоном нам не повезло В ножах нам не повезло Но мне выпала Медуза И это очень радостно Спасибо, друзья Предлагайте ваши вариации Открытий На следующий выпуск Может быть Вы хотите что-то Еще увидеть интересное Будем придумывать Что мы будем делать А мы увидимся уже На новом видео, друзья Всем спасибо И всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok